Здравствуйте! В эфир субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесия в студии Карачаево-Черкесии. В рамках проекта Народного фронта «Всё для победы» в Карачаево-Черкесии продолжается посильный сбор в поддержку наших военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом нам рассказала руководитель регионального исполкома Людмила Капушева. Сейчас мы говорим именно о военнослужащих, которые ушли из Карачаева-Черкесской республики. То есть это наш региональный сбор. И одновременно вы видите, что продолжается работа пункта приема гуманитарной помощи. Здесь также помощь и для военнослужащих, и для мирного населения. Практически каждый день сюда приходят к нам люди, передают необходимые вещи. Вот вы видите пауэрбанки. Сегодня тоже уехал груз уже в 34-ю бригаду, непосредственно там тепловизор. И к нему всё, что необходимо, то, что реально бойцы непосредственно сами попросили. То есть мы работаем по непосредственно заявкам, перепроверяем и отслеживаем, чтобы всё дошло действительно до наших ребят. Хочется призвать всех неравнодушных жителей присоединиться к нашему сбору «Всё для победы». Это возможно сделать как денежным переводом по QR-коду, достаточно просто всё, так и принести необходимые вещи. Все подробности можно узнать на сайте «Всё для победы» на вкладыше именно сбора регионального по Карачаево-Черкесской республике. Там же и реквизиты для перевода. Пункт приёма у нас находится в городе Черкесске, проспект Ленина, 34, это Дом профсоюзов. Ну и все подробности, какие-то дополнительные вопросы вы можете уточнить по нашему рабочему номеру телефона. В Доме правительства состоялось совещание по итогам проведения ГИА в республике в этом году и подготовке к проведению ГИА, а также СМИ. Был представлен подробный анализ проблем итогов ГИА в 2022 году каждого района. Особое внимание участников совещания было обращено на объективную оценку результатов успеваемости обучающихся и на необходимость повышения качества обучения, отметив, что вся ответственность за качество обучения возложена на руководителей образовательных организаций. Главная задача сегодняшнего совещания – ещё раз проанализировать итоги проведения государственной итоговой аттестации, сделать выводы, организовать работу на каждом уровне так, чтобы все участники экзаменов имели равные условия для комфортного прохождения экзаменационных испытаний. В государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования приняли участие 4739 выпускников 9-х классов. Было задействовано 30 пунктов проведения экзамена, из них 7 пунктов на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке Тайна пирата. На базе Колледжа культуры и искусств открывается первая в Северокавказском федеральном округе школа креативных индустрий. В ней смогут обучаться более 120 детей. О том, по каким направлениям будет проводиться обучение и когда школа начнет работать, на эти вопросы нашему корреспонденту Белли Джазаева ответят заведующие отделением актерского искусства Колледжа культуры и искусств, актер Русского драматического театра Аслан Астежев и заведующие отделением социально-культурного действия Колледжа Анжела Дамалаева. Добрый день, дорогие мои гости. У нас сегодня прекрасный повод. Мы сегодня встретились немного обсудить, вернее, это просто повод нашей встречи. У нас в Карачаево-Черкесии открывается школа креативных индустрий. Так решили власти. Вы, конечно, эту инициативу подхватили. Вам она тоже, естественно, нравится, как креативным людям, как творческим людям. И мне бы хотелось узнать, что это будет, кто там будет обучаться, по каким направлениям там будут проходить занятия. Аслан, наверное, ты начнешь рассказывать нам. Доброе утро, Былочка. Ну, во-первых, да, при поддержке правительства Карачаево-Черкесии, в Министерство культуры, главы нашего, на базе нашего колледжа культуры и искусств имени Даурова открывается школа креативных индустрий. Подал эту идею, скорее всего, да, Зураб Замирович подал эту идею, и ее подхватил наш хороший друг, с которым мы подружились в прошлом году, один из сопродюсеров фильма «Экспресс», режиссер, продюсер Тимур Багов. Он же и директор сейчас школы креативных индустрий. Да, замечательный, очень интересный человек. Там мы будем в основном обучать направлениям у нас, Анжела, подскажи мне. Актерское, то есть отделение наше. Режиссура. Режиссура. Затем веб-дизайн будет, фото, видео, съемка, саунд, то есть звукорежиссура и написание электронной музыки. Ничего себе, столько всего интересного. Мне бы хотелось узнать, вообще вот уже вы знаете, кто будет там заниматься, как деток туда будут отбирать, или это будут взрослые там, это будут учащиеся вашего колледжа? Ну, это будут и учащиеся колледжа. То есть, в принципе, оно направлено в основном на подрастающее поколение от 12 до 18 лет. Потому как у нас сейчас кино очень сильно, как вы знаете, Белла, шагнуло вперед в нашей республике, я имею в виду, развивается. Развивается, да, потому что и очень много там именно для киноиндустрии таких моментов, то есть тоже фото, операторы, актеров будем обучать именно по кинопроизводству, да, то есть, потому что у нас в основном сейчас, вот где мы работаем, это в основном театральная школа, вот, а киношкола, это немножечко отделяется. Ребята, вот я смотрю на вас, и знаете, что меня радует? Что вот вы такие молодые, и оба являетесь зав. отделением в колледже культуры и искусств. Мы как-то привыкли, что зав. отделением, там, деканы, они непременно люди в возрасте. И это не может не радовать. Анжела, я хочу задать тебе свой вопрос. Я знаю, что ты занимаешься режиссурой, и ты зав. режиссерским отделением. Но это как-то по-другому сейчас называется, ты мне, конечно, подскажешь. И мне хочется узнать, куда идут ваши дети потом работать, куда они идут режиссерами в нашей республике. Да, верно, это режиссерское отделение. На данный момент он называется социально-культурная деятельность. Ну, в дальнейшем я все-таки планировала бы, чтобы это был РТП, но это время покажет. Что касается трудоустройства. На сегодняшний день в нашей республике достаточно широко пропагандируется эта реставрация или открытие новых домов культуры по районам. И, конечно, именно наши специалисты могли бы туда устраиваться, как режиссеры, массовых театрализованных представлений, каких-то площадных программ. Именно этот факультет, этому мы обучаем на нашем отделении. У нас сейчас детки стали сильно интересоваться искусством. Как никогда в этом году у нас был большой набор, поэтому, конечно, хочется расширить количество мест, которые будут обучаться именно актерское и отделение Анжелы. Но по максимуму мы могли... У нас было по два человека на место в этом году поступали, подавали документы. То есть мы уже отбирали, так вот, карандашиком отбирали. То есть и дети талантливые. Дети, именно стремящиеся к тому, чтобы свой талант направить в нужное русло. Здорово, что они обучаются у нас. Каким-то таким образом сложилось, что сейчас Черкесск — это место притяжения специалистов хорошего такого уровня достаточно, высокого класса. Это я смотрю и по школе креативных индустрий, и по нашему коллективу, и вот директор, с которым мы сейчас работаем, и все, что происходит в колледже, это какой-то полностью апгрейд, обновление, вливание сил, энергии, потенциала, талантов. И, конечно, большая доля и заслуга этого всего — это Гербов Зурабзамирович, который лично меня пригласил, и я приехала из Краснодара в Черкесск. Кто-то из Москвы, кто-то из Нальчика, кто-то отсюда поднимается, да, как Аслан, и многие другие специалисты. И мы все сейчас как-то коллаборировали, сделали такой мощный тандем сотрудничества. И эти действительно идеи, они прямо рождаются, хочется что-то делать, хочется реализовывать. И на наш потенциал вот пришли дети, вот я смотрю на наших детей, я в восторге. Я просто очень люблю наших детей. Они действительно талантливые, они действительно могут что-то поменять. И когда ты это видишь, ты видишь прям надежду, будущее. Ты понимаешь, что можно, да, креативить, да, создавать вообще новый стиль, новый образ, новое представление КЧР в России и даже на мировой арене. Я в это верю. Глаза горят, сердца горят. У нас, да, мы прямо сами от этого зажигаемся. Поэтому это прекрасная возможность, отличное время. И всем, кто хочет поступать, добро пожаловать в следующем году. Да, мы очень ждем всех, кто вот именно хочет разделить свою жизнь со сценой, с творчеством. Мы ждем всех. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. И, конечно, вы столько идей высказали. Дай Бог, чтобы они все реализовались. И чтобы наши дети только радовали нас. Спасибо вам. Спасибо вам. Своих не бросаем. Под таким лозунгом в Черкесске состоялся очередной благотворительный концерт с участием известных артистов. Поддержку специальной военной операции. На мероприятие «Мы вместе» выступили известные артисты. Ислам Итляшев, Султан Лагучев, Руслан Качиев, Ярослав Щекланов, Артем Разин, Альят Нурлубаева, Ачар Меремкулов. В концерте также приняли участие Государственный ансамбль танца «Эльбрус» и Театр танца Государственной филармонии Карачаева-Черкесии. Было отмечено, что в трудное время испытаний для нашей страны нужно быть единым народом. И пустившие крепкие корни на братской украинской земле взять верх над разумом и истинными человеческими ценностями. Все вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специально военной операции и членов их семей. Я выражаю в первую очередь искреннюю благодарность вам за ту поддержку, которую вы оказывали и продолжаете оказывать курсу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Спасибо вам большое. Огромная благодарность артистам, организаторам, которые со своей стороны откликнулись на наше предложение, поддержая организацию и проведение данного важного, социально значимого мероприятия. Во все времена народ России становился плечом к плечу и не было ни одной силы, способной победить российский народ. Граждане объединились в едином стремлении поддержать нашего национального лидера, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И, конечно же, наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Мы никогда не отвлечемся от своих ценностей, культуры, историй и побед. Справедливость уже восторжесловала жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей долго ждали. Они очень надеялись, что настанет этот день, день возвращения в родную страну. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных выходных и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!